МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика» в студии Родион Архипов. Сегодня в выпуске. Детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, помогут. Об этом говорили участники Координационного совета при главе Чувашей. Со столбов и заборов на городскую свалку в Чебоксарах объявили войну недобросовестным рекламодателям. Битва титанов. В Чебоксарах за престижные награды сражались файтеры с мировым именем. Уменьшить в разы количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, такую задачу ставит республиканская власть на ближайшую перспективу. В стране с прошлого года осуществляется национальная стратегия действий в интересах детей. Она призвана улучшить положение каждого ребенка в семье, особенно того, кто оказался в трудной жизненной ситуации. О том, что удалось сделать, и еще предстоит решить, сегодня говорили на Координационном совете при главе Чувашей. 4503 человека, а столько в Чувашии сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Чтобы помочь ребятам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, им подыскивают семьи. Уже вдвое снизилось количество воспитанников в детдомах и школах-интернатах. Но в идеале их не должно остаться вообще. Государство будет помогать родителям, принявшим ребенка в семью и дальше. Мы буквально принимали решение в прошлом году о выделении единовременного денежного пособия при установлении ребенка 300 тысяч рублей. А сейчас мы дальше предлагаем развивать эту форму. Если при установлении ребенка-инвалида, то это пособие предлагается увеличить 375 тысяч рублей. Такие же нормы поддержки, социальной поддержки сейчас рассматриваются на уровне Государственной Думы Российской Федерации. Более 200 миллионов рублей было выделено на жилье сиротам и оставшимся без попечения родителей в прошлом году. 158 ребят получили жилье. Еще для 82-х оно строится. На своей очереди ждут остальные. Зачастую муниципалитеты, а именно они отвечают за обеспечение сирот квадратными метрами, просто не поспевают за спросом. В аутсайдерах и Бресинские, Козловские, Порецкие, Чебоксарские районы и Шумерля. Где-то, возможно, недорабатывают власть, а где-то оказались недобросовестные подрядчики. Есть над чем поработать. Между тем, в профильном министерстве надежды связывают с принятием специального закона, в рамках которого предлагается создать специальный жилищный фонд для сирот и оставшихся без попечения родителей. По жилью вопросов немало. Часто обращаются дети-сироты, достигшие уже 18 лет и старше. За ними есть закрепленное жилье. Но на этом жилье прописано, зарегистрированы еще другие родственники. Это братья, сестры, другие родственники. И вот это закрепленное жилье у них не соответствует нормативам. Действующим нормативам. По Чебоксарам это у нас 14 квадратных метров. Поэтому вот в этом вопросе тоже нужно вот вопросы ставить, не ставить их на очередь на получение жилья. Наверное, какой-то дополнительный нормативный документ нужен. Особенно важно работать на предупреждение. Статистика показывает. 80% детей попадают в детдома и школы-интернаты при живых родителях. Многие, это 68% случаев, просто лишены родительских прав. В разных районах ситуации различны, но профилактику нужно усиливать во всех. И нужны действенные механизмы. Иначе бюджетные вливания просто бесполезны, подчеркнул глава региона Михаил Игнатьев. В основном, когда дело доходит уже до лишения родительских прав, на появление на ранней стадии, то есть иногда бывает вот глава поселений в школах, мы не выявляем их или видим-молчим, вот из-за этого, ну, предельный уровень, когда наступает, вот тогда мы начинаем решать. Вот здесь нам нужно как-то дружнее, чётче поработать. Иногда в деревне родители не хотят подставлять главу поселения и молчат. Вот это приводит потом в итоге к таким вот негативным последствиям. На уровне деревни там всё видно практически. И глава сельского поселения всё там видит, и депутаты по своим кругам всё видят. Просто нельзя здесь скрывать, ибо последствия будут очень негативные. Мы сейчас, конечно, это наша первостепенная задача, наша общественная организация, для этого мы, в том числе для этого, конечно, мы развиваем сеть наших женсоветов в сельских поселениях для того, чтобы вот вместе с властью местной вот стать как бы генераторами в работе, по месту жительства, семьями социального риска. Запустить республиканский проект «Профессиональная приёмная семья», подобрать несколько специально обученных семей, которые хотят воспитывать детей, сократить сроки рассмотрения документов, предусмотреть льготы, увеличить выплаты, чтобы резко уменьшить число сирот и оставшихся без попечения родителей. Все эти возможные варианты сегодня обсуждали на координационном совете. К слове, потому сколько таких ребят в республике будут судить об эффективности власти в центре. Ольга Григорьев, Андрей Шоклев, Республика. Смелость не по-детски. Президент России подписал указ, согласно которому трое юных жителей Чувашии удостоятся государственной награды за проявленную смелость при спасении человека. В нашем обществе постепенно стерлись границы между подвигом и долгом. В современном мире безразличие стало главным спутником человека. Все чаще люди ищут сенсацию в бедах других людей или просто проходят мимо. Но, к счастью, немало и тех, кто готов прийти на помощь, не ставя никаких условий. Саша Александров – ученик седьмого класса Чебоксарской школы-интерната. Бросился спасать тонущую девочку, не раздумывая ни минуты. Когда я плывал, я не думал ни о чем. Девочка уже была без сознания. Бежала вниз, голова у нее была уже под водой почти. Я взял ее за волосы и потащил к берегу. Но когда мои друзья с той стороны это увидели, им стало интересно. Они подплыли. Помогли мне ее вытащить на берег. И я сделал ей искусственное дыхание. Но она где-то через минуту, через две себя пришла в сознание. Не каждый взрослый человек способен сориентироваться в сложной ситуации. Взять себя в руки и грамотно оказать первую помощь. Как признается мальчик, ему помогли знания, которые он получил в школе на уроках безопасности. Правительственная награда за спасение погибавших нашла своих героев. Ею будут удостоены также Валерий Максимов и Михаил Затимов. Друзья Саши, которые помогли ему в спасении девочки. Из всех детей такой поступок мог совершить только Саша. Он мальчик, как сказать, если бы он смог, наверное, он всем помог. Получается у него, не получается. Он всем хочет помогать. Вот у него такая вот душа добрая. Он сам не хвастался, не говорил. Вот когда 1 сентября в прошлом году пришли, мы сами все удивились, он ничего не рассказывал. Скромность – еще одно важное качество в характере мальчика. По словам воспитательницы, Саша не видит в своем поступке ничего героического. После спасения девочки прошло почти 2 года. За это время он ни разу с ней не виделся. Возможно, на награждении у девочки будет возможность поблагодарить своих спасителей. Татьяна Филатова, Александр Петров, Республика. 14 апреля в Республике состоятся дополнительные досрочные выборы в органы местного самоуправления. Всего в регионе проходят 24 избирательные кампании, на которых будут выбраны 25 человек. Вчера завершился процесс регистрации кандидатов. Из 96 человек зарегистрировано 85. В четырех сельских поселениях пройдет безальтернативное голосование. В них зарегистрировано по одному кандидату. Большая активность, повышенная активность со стороны политических партий. В выборах участвуют представители всех четырех парламентских партий. Это «Единая Россия», «ЛДПР» на втором месте по активности, «Коммунистическая партия Российской Федерации» и «Справедливая Россия». И кроме этого, у нас в выборах участвуют «Патриот Россия» и представители двух новых партий. Своих кандидатов на двух избирательных кампаниях выдвинула новая такая партия, как «Партия коммунисты России». И участвует еще «Партия пенсионеров России за справедливость». Опять у нас есть кандидаты с одинаковыми фамилиями. Это как минимум две избирательные кампании бросаются в глаза. Это те же самые выборы по городу Чебоксары, когда у нас идут два Горбунова. Они в бюллетене будут стоять рядом. И, соответственно, избирателям нужно быть очень внимательными, чтобы не запутаться. Сейчас на выборах наступает активная фаза предвыборной агитации, которая завершится в полной 14 апреля 2013 года. Младежь в политику, младежь на выборы – популярные призывы последнего времени. Для повышения электроральной активности граждан до 30 лет в республике были созданы Младежно-избирательные комиссии. Представители этих организаций из всех муниципалитетов собрались на первое в этом году организационное собрание. Выборы дела молодых считает председатель Центральной избирательной комиссии Чувашии Александр Цветков. Если человек хочет связать свою жизнь с политикой, он должен начать с работы в избирательной комиссии. Зная весь процесс изнутри, можно выиграть любую предвыборную гонку. Два года назад при избирательных комиссиях разного уровня стали создаваться молодежные организации, проводиться обучающие семинары. Ребята реализовывали различные проекты, работа принесла свои плоды. На собрании самым активным вручили благодарности, а также свидетельства о назначении стипендии главы Чувашской республики за особую творческую стремленность. В этом году состав молодежной избирательной комиссии обновился. Новички были представлены разными организациями и партиями и прошли особый конкурс. В течение февраля в Центре избирком Чувашии принимались заявки от любых общественных объединений, в том числе от партий. Те, кто шел от партий, они проходили в первую очередь приоритет номер один. Соответственно, все остальные люди, которые шли из общественных объединений, общественных организаций, отранжировали их по опыту работы в избирательных комиссиях, в избирательных компаниях. Соответственно, исходя из этого рейтинга, просто взяли людей. Обновленной молодежной избирательной комиссии предстоит работать в трех направлениях. Во-первых, проводить мероприятия по повышению правовой грамотности. Во-вторых, организовывать выборы в школах, детских садах с точной имитацией настоящего выборного процесса. А также участвовать в работе избирательной системы в предвыборной кампании. Работы действительно много, но прежде всего, мне кажется, нужно повышать уровень правовой культуры среди молодежи. Можно организовать, допустим, круглые столы, семинары по повышению правовой грамотности. Но это необходимо, так как молодежь у нас действительно... Ну, нельзя сказать, что она неграмотна, но повышать уровень необходимо. В заключении Алексей Ефимов предложил всем участникам мероприятия, обязательно познакомиться, обменяться контактами и поделиться своими целями на ближайшее будущее. Сплоченность всем понадобится совсем скоро. Выборы не за горами. Анастасия Алексеева, Юлия Прокопьева, Николай Яковлев, Республика. Говорят, что знание – это богатство. Впрочем, директор канарского филиала ЧГУ, судя по всему, наоборот, превращал в богатство незнания студентов. Его подозревают во взятничестве, причем в крупных размерах. Значит так, пожалуйста, мне на сколько... Вот, пожалуйста, поди. Когда в кабинете директора канарского филиала ЧГУ и по совместительству депутата городского собрания Канаша Бориса Волкова появились правоохранители, он потребовал положить ему на стол постановление прокурора. Однако, по версии следствия, еще недавно на стол Волкову клали совсем другое. Учеба на «Отлично» студентам-заучникам обошлась в полторы сотни тысяч рублей. Пришли, нашли этого человека, кто занимается взятками. Вы еще и в другом месте? По версии следствия, с октября 2012 по январь текущего года подозреваемый через посредника получил от студентов-заучников трех групп выпускного курса канарского филиала ЧГУ взятку на общую сумму 155 тысяч рублей за решение вопросов, связанных с успешной сдачей ими государственных экзаменов и защитой дипломных работ вне зависимости от фактического выполнения ими учебного плана и о владении необходимыми знаниями. Подозревают во взяточничестве Волкова не в первый раз. Правоохранители установили, что с его помощью в 2007 году студентка без проблем закрыла сессию. Тогда услуга обошлась девушке в 8 тысяч рублей. В настоящее время расследование этого уголовного дела продолжается. Кстати, перед судом может предстать и тот, кто передавал деньги от студентов. Для посредников о взяточничестве в уголовном деле недавно появилась новая статья. Они растут как грибы после дождя и даже еженедельное уничтожение не помогает. Они появляются снова и снова и, как правило, в неположенном месте. В Чебоксарах прошел очередной рейд по сбору незаконно развешанных объявлений. Каждую неделю таких объявлений и афиш можно собрать несколько сотен. Этим занимается автономное учреждение «Городская реклама». Прежде чем повесить ту или иную афишу в городе, человек, который хочет повесить эту афишу, обязан оплатиться с заявлением в город. Город на основании объявления, получается, выдает паспорт на размещение этой афиши либо вывески. И человек, кто хочет повесить эту афишу, обязан оплатить успешную в 3 тысячи рублей. К сожалению, таких рекламодателей, которые делают все, как положено, единицы. В основном яркие объявления и афиши появляются на заборах и столбах самовольно. При этом портят и эстетический вид города. Недобросовестных рекламодателей не останавливают даже штрафные санкции. Получается ответственность, как будто физлиц идет о предупреждении либо штраф от 500 до 2 тысяч рублей, на должностных лиц штраф от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, на юрлиц штраф от 5 тысяч до 20 тысяч рублей. По собранным объявлениям не всегда удается разыскать инициаторов и привлечь их к ответственности. Поэтому сотрудники автономного учреждения выходят в рейд снова и снова. Сложил, собрал аккуратно и храним потихоньку. Может кто-нибудь вернется за ними. Либо это, как сказать, по чему-нибудь можно использовать, либо просто выкинуть можно. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Сколько весен, столько у них особенностей. То же самое можно сказать и про весенние разливы рек. Каждый раз по-новому специалисты сходятся в одном. Паводки были и будут, но их прохождением можно в какой-то мере управлять. Насколько мощным может быть половодие в Чувашии в этом году и что делается для того, чтобы максимально укротить стихию, рассказали журналистам на пресс-конференции. По прогнозам синоптиков, погода начнет меняться с пятницы, 15 марта. Циклон принесет в республику тепло и обильные осадки. Правда, с понедельника снова похолодает. Предположительно, реки в Чувашии вскроются только в конце апреля. Поэтому и подъемы воды ожидают также в апреле в привычное время. Пока по погодным условиям и по тем зимним месяцам, которые прошли, в общем-то, ситуация у нас благоприятная на территории республики. Запасы воды в снеге на территории республики, они в пределах нормы. Толщина льда на реках и промерзание почвы в целом по республике также не вызывает беспокойств. Как обычно, паводок грозит тем населенным пунктам, где протекают небольшие реки с извилистым руслом. В зоне подтопления в Чувашии могут оказаться 550 жилых домов, где проживают 800 человек. В АллатРе, Цивильске и Цивильском районе. Также есть небольшая вероятность, что паводок придет и в Батревский, Комсомольский, Вурнарские районы. В районах, где риск подтопления самый высокий, уже начали подготовительные работы. К примеру, в АллатРе готовится распилить почти 140 метров льда на суре. Ситуацию с паводком держит на контроле специальная межведомственная комиссия. Значит, кроме, скажем так, кабинетных заседаний противопаводковой комиссии республики, значит, запланированы выездные заседания на территории республики. Как правило, они проводятся именно вот в тех районах, в тех населенных пунктах, которые могут быть подвержены весенним потоплением и весенними водами. Значит, так вот, 19-20 марта, значит, запланированы проверки муниципальных образований. Это Цивильский, Борецкий, АллатРский район и город АллатРь. Будет проведена штабная тренировка с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Чувашской республики по организации работы оперативных групп при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. На этот период в полную готовность будут приведены техника и весь личный состав. На вооружение спасателей – 564 единицы технических и плавсредств. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика. Владимир Абашин также попросил напомнить всем любителям зимней рыбалки. Сезон окончен, выходить на лед в ближайшее время станет очень опасно. А тем более выезжать на него на автомобилях. Вода ошибок не прощает. В Чебоксарах проходят Дни Казани. Организаторы проекта с обеих сторон хорошо знают совместные акции – лучшие средства для укрепления горизонтальных связей. Соседи живут насыщенной культурной жизнью и готовы поделиться творчеством. В рамках фестиваля уже работает выставка казанских художников в Национальной библиотеке в галерее «Северебряный век». Прошли встречи с татарскими поэтами. А на просмотр фильма об известном татарском классике отправилась Татьяна Трофимова. Это первая короткометражная картина о поэте Габдуле Тукайе. Фильм документально-фантастический. Исторические факты переплетаются с довольно смелым вымыслом. Группа молодых тележурналистов снимает сюжет о великом татарском поэте в бывших гостиничных номерах «Булгар», от которых ныне остались одни руины. Здесь Габдула Тукай общается со своим любимым поэтом Александром Пушкиным. Герои ленты и журналисты все время говорят о доме, который люди ищут, но не находят. Так Тукайе вовсе всю жизнь прожил в гостиницах. Автор и режиссер фильма Салават Юзеев хотел показать зрителям, каким был человек, всю жизнь искавший свой дом. Мы хотим показать чебоксарцам, что есть очень интересные какие-то художественные направления в Казани. То есть город совсем рядом находится. И показать казанцам, что у них есть свой зритель и в чебоксарах тоже. Ну то есть укрепить творческие связи, укрепить наше взаимопонимание. И какие-то общие проекты в дальнейшем мы можем тоже проводить не только там в чебоксарах-казани, но и в других городах и странах. Дни Казани в чебоксарах продолжат фото-выставка «Старая Казань», которая откроется в эти выходные в библиотеке Маяковского. Ее автор Евгений Канаев, победитель международных и всероссийских фотоконкурсов. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика. Эра чемпионов. Более десяти сильнейших спортсменов планеты сразились за престижные титулы в Чувашской столице. Бойцовский турнир такого уровня – уникальное зрелище. Бросить вызов уже признанным профессионалам решились немногие. Сделали это только два чебоксарских файтера. Удалось ли им подняться на педестал почета, увидел мой коллега Дмитрий Ковалев. На этом ринге не было ни одного новичка, только профессионалы, чемпионы разных стран, международные призеры. Таких турниров жители Чувашской столицы не видели никогда. Имена многих бойцов, которые выходили на этот ринг, известны всей Европе. Лучшие из лучших в своих стилях – кикбоксинг, кушу-саньда, муай-тай. Чебоксарский турнир – настоящая смесь боевых единоборств. Против лома нет приемов. Найти их сложно и против танка. Именно такое прозвище прочно закрепилось за украинским бойцом Константином Тришиным. Его послужной список довольно весом. Чемпион Европы и мира провел 11 боев и проиграл только одну схватку. Вызов триумфатору в этот раз бросил чебоксарец Алексей Иванов. И в первом и во втором раунде чемпион наносил по своему противнику точные удары. Но боец в синих перчатках все-таки устоял на ринге. Казалось, что после третьего гонга украинец начал выдыхаться. Но отправить его в нокаут чебоксарцу так и не удалось. Опыт взял верх. Соперник по прозвищу «Танк» мастерски уходил от яростных атак. Чисто дыхание. И поздно предупредили. За полторы недели обои. Такой хорошей подготовки. Не успел сделать. А так, ну он лучше. Что могу сказать? Правда, лучше и все. Исход этого боя был предрешен изначально. Чебоксарский файтер Алексей Блинов бился с четырехкратным чемпионом мира. Восемь побед против 38. Кикбоксер из Голландии Серхио Вилсон отправил нокаут многих соперников. Его бой с чебоксарцем завершился и вовсе за считанные секунды. Я уважаю его смелость. Не каждый осмелится ступить на ринг. И то, что он вышел против меня, я это очень уважаю. Главное ему упорно тренироваться, и победы придут сами. Главное событие турнира – схватка за звание чемпиона Европы. В противниках у московского бойца литовский чемпион. Повалить иностранца на ринг русскому файтеру удалось в первом же раунде. Из железной хватки Багаудина Абасова вырваться не удалось. Это был технический нокаут. В итоге заветный пояс не уехал за рубеж. Пояс российского чемпиона завоевал дагестанский боец. Но наслаждаться победой ему придется всего лишь до конца мая. Именно на это время соперники назначили друг другу реванш. Возможно, что и эта решающая схватка состоится в Чувашской столице. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Я желаю вам приятных выходных. До свидания. Оставайтесь с нами.